Глава республики Егор Борисов с рабочим визитом посетил Мирный. Он осмотрел ряд строительных объектов, вводимых в эксплуатацию это осенью. В частности, общежитие для молодых специалистов компании «Алроса», учебно-лабораторный комплекс Мирненского политехнического института и жилой дом для работников бюджетной сферы. Подробнее об итогах визита в нашем следующем сюжете. Общежитие для молодых специалистов соберет под своей крышей 340 человек. Поэтому важно все. И какие блоки применяют при строительстве, и насколько энергоэффективным окажет создаваемый дом. Предмет гордости – местные стройматериалы. Егору Борисову рассказали, что стены из облегченных блоков гораздо удобнее кирпичных, так как уменьшается давление на фундамент. Блоки действуют как термос, поэтому держат тепло в любое время года. Внутри общежитие соответствует самым современным требованиям. Комнаты оснащены всем необходимым. Сегодня это не только кровати, но и телевизоры, надкроватные светильники и другое. Кухни уже укомплектованы мебелью, холодильниками, печками, духовыми шкафами, микроволновками, чайниками. Сейчас требования студентов совсем не такие, как были у нас, резюмирует президент, покидая кухню. Санузел оборудован стиральными машинами, душевыми кабинками. По нынешним временам это не просто сдача под ключ. Это все включено и более. Следующий по списку – учебно-лабораторный корпус Политехнического института. Свои владения показывает директор МПТИ Альбина Абрамана Гольдман. От взгляда президента не скрывается недоукомплектование аудитории мебелью. В результате разъяснений, оправданий, выяснений слабого звена становится ясно. Срок сдачи объекта будет перенесен, потому что не гоже сдавать голые стены. Параллельно продолжается сборка уже полученной мебели. А вдоль стен сложены столы, за которые 15 сентября уж точно никто не сядет. Жилой дом для работников бюджетной сферы оглядывают бегло, не заходя внутрь. Срок сдачи – ко дне учителя. Это будет бесплатное жилье – одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Впереди ждет детская и юношеская спортивная школа. В селе, где я родился, я учился в школе, в таком же возрасте, как и вы. Помню открытие маленького-маленького спортивного зала, деревянного, где из соломы делали мат. В ДЮ США занимается более ста воспитанниц художественного отделения гимнастики, но желающих заняться этим видом спорта еще больше. Поэтому открытие зала художественной гимнастики значимо для школы. Среди воспитанниц – неоднократные призеры и чемпионки республиканских соревнований, участники Игр Дети Азии, бронзовые медалисты Республики Саха. Краткий обряд и церемония окропления. И вот уже на ковер выходят те, ради кого и открывали зал художественной гимнастики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Новые победы будут. Это лучшее обещание и перспектива для нового зала. Художественная гимнастика Мирного действительно выходит на новый уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова